Привет, мои дорогие! С вами снова Юрий Пузыревский и в этом видео мы поговорим о том, как сделать план собственного развития. Смотрите, друзья, если вы поставили какую-то цель, решили что-то изменить в своей жизни, прежде чем что-то менять, стоит провести небольшой анализ. И в этом нам поможет техника SWOT-анализ. SWOT-анализ применяется обычно в бизнесе, обычно его применяют, когда запускают какие-то новые проекты, чтобы проанализировать все возможные возможности. Я вот так скажу, для чего это делать. Первое, для того, чтобы проверить реалистичность цели, а второе, для того, чтобы получить план развития и достижения этой цели. Потому что многие люди имеют хорошие цели, но не имеют плана их достижения и поэтому не достигают цели. Итак, SWOT-анализ. Допустим, вы решили что-то изменить в своей жизни. К примеру, вы домохозяйка, а решили вдруг стать программистом или программисткой. И вам нужно провести некую ревизию своей личности, для того, чтобы понять, насколько вообще вы можете достичь эту цель и иметь, я уже повторюсь во второй раз, иметь план действий. Что нужно делать? SWOT-анализ это, SWOT это, естественно, аббревиатура с английского языка. Что нужно сделать? Берете лист бумаги, разделяете его на четыре ровных части. В одной части, в левом верхнем углу пишите сильные стороны, в правом верхнем углу слабые стороны, в левом нижнем углу возможности, в правом нижнем углу угрозы. Давайте теперь поподробнее разберемся с этими квадрантами. Что здесь важно? Здесь на самом деле важно осознать одну вещь, что те вещи, которые находятся в верхних квадрантах, они являются внутренними факторами. То есть, теми факторами, на которые вы можете непосредственно повлиять. Это то, на что вы можете оказывать свое воздействие, меняя себя. То, что вы будете писать в нижних квадрантах, это внешние факторы, которые от вас не зависят. И вот как раз таки техника SWOT-анализ помогает проанализировать все, что вам нужно для достижения вашей позитивной цели. Итак, вы домохозяйка, к примеру, можно брать любую цель, любой проект. Модель можно хорошо использовать при анализе какого-то нового проекта. Вы запускаете новый бизнес, либо вы меняете профессию, либо вы просто хотите обучиться какому-то навыку. Все эти запросы, они сюда подходят. То есть, если у вас есть какая-то цель, в отношении этой цели вы сможете сделать SWOT-анализ и получить определенный план действий. Итак, что мы пишем в сильные стороны? Ну, смотрите, у вас есть в любом случае, у каждого человека, я в это искренне верю, есть какие-то достоинства. То, что вы умеете делать хорошо. То есть, сюда вы записываете, что вы умеете делать хорошо, что у вас хорошо получается, какие у вас есть достоинства. Сюда вы записываете, какие у вас есть ресурсы. Сюда вы записываете, какие у вас есть качества личности и так далее. Возможно, у вас есть какие-то навыки полезные, например, навык эффективной коммуникации, которому я обучаю на курсе NLP практик и так далее и тому подобное. Дальше переходим во второй квадрант, он называется слабые стороны. И он тоже касается лично вас. Какие у вас есть слабости, какие у вас есть слабые стороны. Если, допустим, вы знаете, что у вас есть какие-то неэффективные привычки, вы постоянно опаздываете, либо вы там можете забухать, не дай бог, это стоит записать в слабые стороны. Неэффективные привычки, возможно, у вас есть какие-то страхи. Может быть, ваша новая профессия, ваше новое дело связано с публичными выступлениями, а вы боитесь выступать публично, к примеру. Или, допустим, ваша цель начать вести популярный видеоблог на какую-то определенную тему, но у вас есть страх перед камерой. Это стоит написать в слабые стороны для того, чтобы потом превратить это в план действий и начать устранять эти недоразумения. И сюда стоит еще записать, что вы делать не умеете. Это прям очень важно для того, чтобы у вас была целостная картина, для того, чтобы вы могли видеть и понимать, какие у вас есть сильные и слабые стороны, соответственно. Дальше. Переходим в нижний левый квадрант. Здесь записываем возможности. Возможности это то, что не касается вас, но касается, скажем так, внешней среды. Какие есть новые технологии для того, чтобы успешно осваивать какую-то новую специальность. К примеру, если вы были, допустим, домохозяйкой и решили стать программистом, как вы можете обучаться? Во-первых, вы можете обучаться бесплатно в интернете, в ютубе. Дальше вы можете обучаться онлайн. Дальше вы можете ходить на курсы и так далее. Сюда стоит записать все возможности. Здесь можно подумать о каких-то условиях на рынке, насколько сейчас вас требован, допустим, программист, как вариант. Какие у вас есть полезные связи и знакомства в этой отрасли. Возможно, кто-то вам поможет найти новую работу или кто-то может дать какой-то дельный совет, который будет для вас прям очень хорошим ресурсом. И, конечно же, здесь стоит подумать, если вы задаетесь вопросом создания какого-то собственного бизнеса, стоит задуматься о запросах клиентов, чего хотят клиенты, что им сейчас нужно и что им сейчас актуально. Дальше переходим на четвертый квадрант, который называется угрозы. Здесь нужно написать все внешние факторы, которые от вас не зависят, но которые могут проявиться во внешней среде. Например, финансовый кризис, эпидемия, может быть, слишком большая конкуренция, может быть, в принципе, что-то меняется во внешней среде. Или, допустим, профессия идет на спад. Многие профессии сейчас начинают изживать себя. Здесь тоже стоит провести вот такой анализ, какие внешние угрозы есть у вашей цели. Конкретно у вас в отношении этой цели. И когда вы провели такой свод-анализ, у вас уже на руках картина, что вы можете делать для того, чтобы достигать этой цели. Но, опять же, как результат, если вы провели свод-анализ и поняли, что на данный момент в вашей текущей реальности это нереалистично, это тоже хороший результат. Если вы вдруг провели свод-анализ и отказались от своей цели, вы сэкономили себе кучу времени и не делали кучу хаотичных движений для того, чтобы достигать то, что для вас на самом деле, возможно, не очень важно и не очень достижимо. Но, если вы все равно будете достигать своей цели, следующий шаг, когда вы проделали свод-анализ, когда вы обратили внимание на свои слабые стороны, обратили внимание на угрозы, здесь очень важно поработать с вот этой вот частью. Здесь, по большому счету, вот это будет ваш список вашего личностного развития. На самом деле, если вы здесь нашли, что у вас есть какие-то страхи, есть какие-то неэффективные привычки, здесь вы переходите уже к реализации плана. Вам нужно проработать это, проработать это, может быть, сходить к психологу или к коучу, чтобы проработать страх, допустим, публичных выступлений, если он вам необходим для вашей цели. Какие могут быть внешние угрозы? Как вы будете, допустим, конкуренция или финансовый кризис? Как вы будете с этим работать и как вы эти будете угрозы обходить? Как вы будете делать таким образом, чтобы у вас ваша цель становилась наиболее реалистичной? Дорогие друзья, вот такая простая методика, ее очень часто применяют в бизнесе, ее очень часто применяют в коучинге. Я напомню, что коучинг, он обязательно подразумевает, что у человека есть какая-то цель. И если у вас есть цель, проведите SWOT-анализ своей личности и поймите, что вам нужно сделать для достижения этой цели. И вторым шагом, конечно же, составляйте план реализации в обход слабых сторон и в обход угроз. И тогда у вас обязательно все получится, я в вас верю. И друзья, напишите, пожалуйста, сейчас в комментарии, если вы знали технику SWOT-анализ, то как часто вы ей пользовались именно в применении к себе, к своей личности. А если вы с этой техникой познакомились прямо сейчас, то, пожалуйста, поставьте это видео на паузу. Потратьте свои 10-15 минут для того, чтобы проанализировать себя. Поверьте мне, эти 10-15 минут потом вам окупятся в тридорога на самом деле. Поэтому напишите, что у вас получилось, если вы проделывали эту технику еще и в первый раз. Мои дорогие, большое спасибо за просмотр, ставим лайки, если это видео было вам полезным. Обязательно посмотрите другие видео на моем канале и обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. Я в вас верю, я уверен, что у вас все получится. С вами был Юрий Пузыревский, до скорых встреч, пока-пока.